Я потом, ну, прошу прощения, бывает же такое, как вобьется в башку что-нибудь? Это что ты такое показываешь? Ветром называется надуло. Ирина, прости прощения. Ой, прошу прощения. Не, ну, по идее, в широком смысле, это просто переодетый попы. Да? То есть, ну, это сегменты рынка. Да, то есть, там уже поляна занята, там уже перенасыщение предложением. Да, спрос, предложение. Предложение там слишком много. И там своя дележка, пележка денежных потоков. В рясах кто? Официалы. Официалы, официальный дилер. Тогда тут надо как-то вроде то же самое, но и сегмент рынка поменять. Подачу, переодеться в пиджачок. Вроде борода с волосами остаются. Вроде как доверие к тебе почти как к попу. Ну, ну, немножко, как сказать, ребрендинг. Немножко, как сказать, не официальный дилер, а такой, как сказать, ну, шиномонтаж у Арама. Ну, как бы, как сказать, а какая тебе разница? Ну, и там тебе сделают просто дешевле. Зачем? Это кузовной ремонт, сход, развал, шиномонтаж. Все там сделаем. Просто, ну, это неофициально будет. Ну, это как вот в гаражах шиномонтаж у Арама. Это вот переоделся немножко, переструктурировался Дмитрий Троцкий. Он бывший экстрасенс. Бывший. Бывший. Хорошо. Какой-то звук. Ой, да. Тут все, что-то много петь. Так. Итак, Ирина. Моя мама живет с мужчиной в другой стране. Да благословитый Господь! С моим отцом они не в разводе. Общаются, переписывают. Какая-то херня сейчас вот. Да. Папа о ее мужчине не знает. Она скрывает. У меня со всеми прекрасные отношения. В их личную жизнь не лезу. Но когда возвращаешься к маме, при встрече с отцом, чувствую себя предательницей, соучастницей обмана. Хотя папа напрямую... Да это вообще жесть какая-то, прямо что-то читаешь. Хотя папа напрямую ничего не спрашивает, но я чувствую себя очень неловко. В другой раз лететь к маме не хочу, чтобы потом избежать этого чувства. Как мне стоит вести себя в этой ситуации? Мне 35, замужем, есть дети. И у нас вот недавно тоже мы обсуждали несколько похожих ситуаций, когда вот такая вот история. Как себя взрослому ребенку, как вести, когда один родитель делится с ним тайной. Так. Думает, что спиздить-то. Не, ну вообще, родители свою личную жизнь, сексуальную, интимную, личную, проблемы в этих сферах, ребенку выносить не должны вообще. Это их взрослая жизнь, а то они взрослые, они должны сами это как-то решать, не втягивая в эти треугольники своих детей. Не быть подружкой или не быть другом для своего сына или дочери. Ты все-таки мама и папа, да? И то есть свои проблемы, если они там есть, или просто свою личную жизнь, не надо ее афишировать вообще, в принципе, никому. Не для кого, тем более для своих детей, которые, значит, будут тревожиться от того, что мама, вроде бы взрослая, мама, нагружает тебя, как ребенка, своими проблемами взрослыми, которые она, видимо, за счет тебя пытается как-то решить или тобой проманипулировать или как-то. В ребенке это формирует огромную незащищенность и чувство тревоги и наносит ему травму. Про яйца рассказать? Давай. Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Ничего себе. Нормально сказал? Да. А вот кто что понял? Кто что понял? Никто ничего не понял. Вот кокон эгоизма, он подобен яйцу со всех сторон, красивый, круглый, блестящий, подтекаемый и как ни посмотришь, он везде идеальный. Так вот, любой человек эгоист, включая меня, на счет они не могу сказать, который хочет быть на бессознательном, где-то там вбитом, глубоко-глубоко, хорошим, хочет быть хорошим. А может, он сейчас хороший что-нибудь скажет, правильно, ассертивный. Так вот, как быть хорошим и плохим одновременно, как и овцы целы, и волки суеты? Значит, той, кто задает вопрос, я отвечаю. Значит, убирать маму, убирать папу и им говорить. Так, ребята, разбирайтесь сами. Вы что-то заигрались, кто кому изменяет, кто кому какие передачки, через кого носит. Я не хочу впутываться в ваши игры, на самом деле не взрослые, абсолютно инфантильные. Ебитесь хоть втроем, хоть по кругу, там, я не знаю, как угодно вообще. Меня это интересовать и касаться не должно. Мне не интересно. Пап, ты лошок, потому что ты как-то, ты либо разведись, либо тогда как-то, ну, чтобы я за тебя не переживала, что она тебе изменяет, а я тебе не передаю эту правду. Ой, какой у нас папа жертвенный, какой куколт. Да, слушай, ну, если ты хочешь быть таким, значит, ты такой и будь. Что-то делай сам, без меня. Давай, либо ты ее как-то, ты ее отсекай, официально разводись, прекращай отношения. Либо, ну, не знаю, там, ну, как ты ее в чувство приводи. Вот, а ты, мама, прекращай манипулировать, прекращай вот это все, этим всем заниматься, тоже разводись, и ты имеешь право спать с кем хочешь, но вот меня не надо впутывать в ваши вот эти игрища. Вот, мне вообще по барабану. Можете и так, и сяк, и наперекосяк. Я вас блокирую и вообще не хочу в этом во всем участвовать, чтобы чувствовать какую-то вину, ответственность за ваши, блядь, поебушки. Вот с точки зрения логики, то, о чем спрашивает Ирина, оно нерешабельно, потому что логически, как быть обманщицей, как быть подругой для, оставаться подругой для мамы. Никак, да не надо быть подругой для мамы изначально. И как быть хорошим для папы. Не надо никак. Чтобы перестать испытывать чувство вины, нужно взять на себя ответственность, как многие родители как раз токсичны и сообщают это детям, с укором. Ну, ты уже взрослый, бери ответственность. Но, чтобы забрать действительно реально через сепарацию свою часть ответственности, нужно сначала вернуть им их часть ответственности. Им возвращаем, свою забираем и уходим. Вот я вам показываю, как это может выглядеть. Решайте свои проблемы сами. И я не хочу быть рефери, третейским судьей в ваших вот этих треугольниках. Это триангуляция, по сути дела. Есть спасатель, жертва, агрессор. И они это все демонстрируют, разыгрывая для своей дочери, как на сцене вот эту триангуляцию. Чтобы она волновалась, переживала, примагничивалась, испытывала чувство вины долго. Спасала их, думала об этом, тревожилась. Ну, им чем больше зрителей, тем лучше. Ну, и как бы так вот, ну, как на сцене, так немножко лицедействовать. А как в русских народных сказках... О, тут уже и это. Повернись ко мне передом, а к лесу задом. Ну, нету два переда. Два переда не бывает у избушки. Нету, да? То есть, это ненормальная избушка. То есть, должен быть задний двор, передний двор. Так вот, Ирина спрашивает, как быть одновременно лицом обернутым, да? К обоим родителям. Повернутым. Повернутым к обоим. Так и не надо к ним вообще быть повернутым, если они такие. Давайте на себя уж повернемся наконец-то. Это невозможно. К одному придется стать задом. В прямом смысле. Да надо вообще выйти из этой конструкции. треугольной. Зачем кого-то выбирать? Как это, как Муренкова взяла и ушла из монастыря. А что так можно было? Да. Да не надо. Это ложный выбор, ложная дихтомия. Кого-то выбрать, кому-то повернуться, от кого-то отвернуться. Надо просто из этой семьи, из этой конструкции, где процветает такое манипулирование ребенком, выходить. И все. И там нет никакого выбора, ты выбираешь себя. И все это легко и просто. Это просто надо, ну, это вот так вот артикулированно, озвучивать четко, конкретно, радикально. А не вот это вот. Это не игра слов. Поэтому. Поэтому с точки зрения логики тебе надо сделать, что клонирование не поможет. Что еще? Второе лицо нарисовать тоже как-то я таких людей не видел с двумя лицами. Я бы еще лет, сколько там, 15, наверное, 20 назад. Пока, заметьте, вот уже почти 5 минут прошло. Минус зачитка вопроса, это там 30 секунд. Вот пока за 4 минуты, почти, Дмитрий даже не нащупал ответ на вопрос. Я уже его высказал, достаточно развернуто, а он еще даже не нащупал. Что-нибудь соумничал бы, что вот, ну, блин, вот кто-то хороший, кто-то плохой, а почему мама так сделала? Это называется, знаете, что он делает? Это вот, знаете, когда человеку задает вопрос, а он понимает, что он не знает на него ответа, или пока не решил, какой правильный выбрать из двух или из трех, он переспрашивает, чтобы оттянуть время и предоставить себе лишние 5 секунд на раздумья. Вот, допустим, его спрашивают, ты почему там сделал то-то и то-то? Он такой, а, что? Он уже услышал вопрос, он уже думает над принятием какого-то ответа. Но он переспрашивает, а может быть даже неоднократно, чтобы оттянуть и получить преимущество во времени. Вот то же самое сейчас демонстрирует Дмитрий. Он вопрос понял, он не знает на него ответа пока. И он в ходе этого резонерства, он придумывает, оттягивая, давая себе как бланш вот такой, да, то есть как время дополнительное, пока он вот эту вот херню вот эту рассказывает, не относящуюся никак к ответу на вопрос, даже близко. Но он пока оттягивает время, думая при этом в реальном времени, все-таки, что в итоге можно было бы сказать по существу. То есть он дает себе такое немножко время. Суждающую позицию вынес. Сейчас я понимаю, кто я такой, и видя десятки тысяч судеб, видя как развитие происходит в семьях, И чем это все заканчивается спустя 10-20 лет? Он пока думает, он пока думает, блин, что же мне сказать? Что же мне сказать? Я не знаю, что сказать, мне надо что-то сказать. Я пока оттягиваю тяну время, пока отказываю просто, ну просто какие-то слова, набор слов. Пока речевая продукция. Я смотрю какую-то итоговую, и как оно меняется, 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 включая меня. Вот взять, например, мое детство. Был еще тот, да? Похоже на ответы на канале Медфильм у шизофреника с острым бредом на вопросы психиатра. Там спрашивает, спрашивает, как вы спали? А, вы знаете, я когда родился, у меня там черри на жопе выскочил. А потом, когда меня вылечили, была пятница 13-я. И вы знаете, я еще тогда подумал, а почему я живу в квартире номер 6 на втором этаже, у которой красная дверь, и открывается не вовнутрь, а вовне. А, так, психиатр, хорошо, я понял вас. Ну, а все-таки спали-то вы как? Ну, вы знаете, вы знаете, я вот, когда родился, 3600 весил. А потом, когда вырос, стал весить 40 килограмм. А потом, когда вот я вижу цифру 40, допустим, в номере автомобиля, и я понимаю, что автомобиль белый, я понимаю, что мне нужно сейчас позвонить маме. Он говорит, да, да, я понимаю вас, хорошо. Ну, а все-таки, ну, вы во сколько сегодня проснулись, во сколько легли, и как спали? Можете ответить на вопрос? Ну, пока, вы знаете, я еще пока не решил, кем стать по профессии. Вот такой, да, да, понятно. Острый бред. Галперидол, пожалуйста, пять кубов ему. Ну, и там встает, психиатр уходит. Ну, да, и вот назначаем те же лекарства, но только двойная дозировка. Записали, все, медбратья, медсестры, все, и пошли в следующую палату. Потом взять подростковые года. Я бы сказал, что я даже уже по-другому себя вел, чем в каких-то детских годах. Взять мою юность. Ну, а все-таки, Дмитрий Троцкий, а что делать женщине, которая задала вопрос с папой куколдом, которая не развелась по какой-то причине со своей женой, которая в другой стране, ему как бы изменяет на почве типа, ну, вот этого формального штампа в паспорте, да? Как быть? Ну, это кадр еще тот, но на сегодняшний день я практически к тому никакого отношения не имею, хотя выгляжу, как он. Так, ну, да. И, значит, следующий вопрос у психиатра на опросе. Так вот, палата, да, там в белом халате, две медсестры. Вот. И, значит, острый бред. Острый бред у человека. Да, он немножко такой нечесанный, там все. Ну, и спрашивают, ну, как вообще самочувствие у вас сегодня? Вы у нас сегодня 21-й день в стационаре. Как самочувствие? Да, вы знаете, мне вообще не нравится вот эта одежда, которую вы мне дали. И вот эти вот, вот это постельное белье, полосатое, у меня оно ассоциируется с рябью в телевизоре, когда отключены каналы, и нет сигнала. А вы знаете, когда нет сигнала, я не чувствую связь с Богом. А ведь я сам богоподобен. Я видел архангела, в том числе хранителя. Так, да, да, понимаю. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, а все-таки что сегодня будете кушать? Омлеты или кашку? Как вы вообще чувствуете? Есть аппетит, у вас нет? Ну, он как бы проверяет симптомы, есть какие-то изменения от препаратов. Он так вот дальше продолжает. Ну, а вы знаете, а вот это самое... Вообще, я не согласен с политикой государства. Экономический строй, не социальный, социальный экономический строй, он не справедлив. Вот я бы, я бы, а вы знаете, я могу из водопроводных труб и сахара сделать противотанковый гарантомет. Я атакующий лидер. Атакующий лидер. А вы знаете, в Российской империи с времен, начиная с Петра I, всегда во главе государства был атакующий лидер. Я такой, хорошо, да, я понял вас, я понял, хорошо. Нет, не пять кубов галлоперидола и не двойная доза лекарств, тройная доза и 15 кубов галлоперидола и перевязка. И все таки, да, все, поняли, поняли. Пойдемте в следующую палату. Но тут только я понимаю, как мое мировосприятие поменялось и конкретно к людям, и социально в целом. И я понимаю, что... Резонерство и водянистость в повествовании это всегда признак расстройства личности. Имейте это в виду. Когда вы смотрите спикера, который... Вот он не может ответить. Он долго-долго неконкретно обтекаемо от общего к частному. Ну, это уж очень... Ну, непонятно вообще ничего. Это не вы тупой. Это человек с расстройством личности. У моего бывшего скрытого нарцисса его отец тоже нарцисс. Ездил с ним кататься на лыжах с малолетней любовницей. Жена дома. Ну, знаете что? Мужскую биологию, в общем-то, ну, как и женскую тоже. Вообще биологию. Приматы исключать помимо всего прочего тоже нельзя. Мы все полигамны. Не надо только вот это вот, это вот, это вот, это вот. А сын не знал, что делать. Ну, сыну вообще не надо в это разбираться и лезть. Я свою историю могу вспомнить, сколько мне рассказывала мать про своих любовников, а отец про своих. Ну, и чем это все кончилось? Я какое-то время разбирался, думаю, что это как будто бы, ну, будучи абсолютно своезависимым от них. Думаю, что это мои проблемы, я их должен решать. А потом я просто эту дверь закрыл и пошел в другую, как сказать, ну, вышел из этого строения больного. Я уже вообще не размышляю ни о чем, что с этим связано, может быть. Не надо в этом копаться вообще. То же самое, но тот, кто и сделал, так они же вместе немножко по-другому сидят. Бывшего, скрытого нарцисса, отец тоже нарцисс. Отец с сыном катались на лыжи с малолетней любовницей. Так это там тройничок был у них, а жена дома. Ну, жена, что? Я ничего не видеть, с кем она живет. Ну, кену, что ли? Поэтому, Ириш, что тут ходить вокруг да около, с точки зрения логики, задача нерешабельная. Так. Вроде и маме хорошо, и вроде и папе в забвении хорошо, но ты как посреди понимаешь, что это ложь. Вопрос времени, как мыльный пузырь, она бабахнет и лопнет. Да это не твоя ума дело, Ириша, вообще. Беги оттуда, забывай это все, как страшный сон, и занимайся своей жизнью. Мне, например, пришли на помощь знания. Знание говорит о том, знание, в данном случае я говорю, о, прошу прощения, я вынужден, может, ты ничего еще не слышал. Так. И, значит, шизофреник, он с острым бредом показывает картинки. Квадратик, кружочек и параллелепипед. И говорят, какого цвета они? И какая геометрическая фигура? Красный квадратик, красный, синий кружочек и зеленый треугольник, допустим. И он такой ручкой ей тыкает, такая-то, я тут вижу спираль. Они говорят, а, поняли, поняли, тут спираль, да? То есть не три фигуры геометрические разных цветов вы видите. Нет, я здесь вижу вселенную, модель плоской земли. 20 кубов галперидолу. Потому что просто так, в диалоге, вопрос нерешабельный. Я вынужден показать частичку. Называется матрешка. Так. В матрешке, видишь, разными цветами, это не просто цветы, или там матрешка в матрешке, это уровни... Да, друзья, конечно, это ужасно. Это ужасно. Это просто... Я даже не знаю. Ну, это вот действительно... Тут одно за другое цепляется. Я буду вам вынужден, конечно, показывать вот это все неприятное. Ну вот снова. Лицо. Было лицо человека, которого ты хотел увидеть. Понимаете? Вот он. А вместо лица пепел тебе сожгли. Тебе нельзя знать это лицо. Ты не имеешь права это знать. Лицо знания. То, о чем ты просишь. Ну, мой вопрос касался вашей способности все-таки и возможности. Вы художник, вы имеете в виду, что вы можете нарисовать нечто подобное? Я могу нарисовать, не знаю. Может быть, джакон-то смогу нарисовать. В данном случае нарисовано оранжевым цветом. Это никакого отношения не имеет к чакрам некоторых. Я не знаю своих возможностей и своих способностей. Я, к сожалению, я, как всякий человек, знаю мало о своих возможностях и способностях. А что вы знаете? Я знаю одно. Я могу не спать неделю. Это абсолютно четко и жестко и проверено. И чувствовать себя гораздо лучше, чем я сейчас себя чувствую. О, как чакра. Нет. В данном случае второй уровень осознавания себя в этом мире выглядит, как мое отношение с родственниками. Вот. Ну, что я еще могу? Могу этого, можете считать. Кумулятивный заряд остывает любой танк, который будет показывать поблизости. Я умею делать из сахара взрывчатку. И знания говорят, что мое отношение с родственниками должно быть очень простое. Есть мое внутреннее состояние, которое ткется, как... из водопроводных труб оболочки реактивных снарядов. А вот посчитать кумулятивную массу и критические массы заряда это, ребята, мой хлеб. Рисунок, сложнейший рисунок из мыслей, слов, действий. И это создает мое отношение к человеку. Так вот. Понимаете? Поэтому восстановить танк мне проще, чем вы думаете. У меня в ручных материалах я сделаю все, чтобы восстановить. Понятно. Это входит просто в вашу профессию? Конечно! Конечно! А скажите, а какие-то способности, которые, может быть, сверх того, еще у вас есть, может быть, которые нету других людей непрофессиональных. Ну, понимаете, опять вопрос восхудочный. Какие это возможности? Вот вы задали про танк вопрос. Я вам конкретно ответил, что я могу его сказать. А какие-то, ну, какие-то, наверное, есть. Но я не знаю, какие. Я пишу стихи, допустим. Беря за которое, беря за которое вот это отношение, я просто буду знать, каков мой следующий ход. Вот, например, моя, я конкретно про тебя, моя мама с кем-то с я очень радостно от этой мысли. Я очень искренне рада прям и это, я говорю, мама, да продлятся дни твои и его, и... Вот, писал, вернее, когда-то у меня была несчастная любовь, я писал стихи. А сейчас, ну, я не знаю, что, понимаете? Ну, вы не спешите стихи? Сейчас нет. Сейчас это почитаю. Или вы можете нам прочесть свои стихи, которые вы написали как-нибудь? Ну, я уже читал, девочку. Ну, прочтите, потому что я... Ой, я такой кусочек помню, я написал всего 15. А бывает капнет, словно слезы дочери, милые дождинки, вам мне не помочь, ветерок играешь, или... Пусть вам счастье улыбнется. Если это радость. Если это радость. Похоже, да? А если это отвращение. ...твой на душе печально, нет меня с тобой. Белые березы, красный свет рябинь, для чего мне это, если я один? Ну, в таком стиле, там было, что 15 написано, это было большое, только кусочек запомнился, остальное надо поискать, может, найду где-нибудь. Рукописи не горят, как говорится, может, что-то и осталось. Что же сейчас такое состояние, что к вам ваши близкие, вы сказали, все-таки стали предъявлять претензии и подпотребовали? Как вы считаете, что их не удовлетворяет? Вот это вопрос сложно. Я не знаю, что их не удовлетворяет. Мне отвратительно, что отец ничего не знает, она замужем, она сейчас непонятно с кем. А вот как я беру за отвращение внутреннее мое состояние от врача, как я за это беру ответственность? Им хочется, чтобы было так, как они хотят, понимаете? Чтобы действительно, что у них есть муж, который должен вести себя адекватно мужу. Давайте все-таки не про них будем говорить, а про вас. Как вы себя ведете так, что им это не нравится? Ну и мне нравится, что я названиваю по телефону. Я могу с телефона... В твоем случае никак. Но не бывает такое? На это действительно похоже. Даже тема перекликается. Так, я к тому, что отец втягивал сына, и тот тоже не знал, как быть перед мамой. Тогда он еще вместе с семьей жил. Ну, не надо никак перед мамой быть вообще. И перед таким папой тоже. Ну, надо выходить из этой семьи. Вот уже. 7 бед, один ответ. Чтобы он не втягивал сына вот в это. В свой нарциссизм. Чтобы он его копировал. Чтобы он его прикрывал. Чтобы он был его каким-то придатком, частью. И там мамыша какая-то. Ну, опять это треугольная конструкция. Зависимая. Понимаете, то, что я предлагаю, большинству людей не нравится. Но это работает. От того, что это вам не нравится, или кому-то может не нравиться. Или это слишком просто, или это слишком как-то примитивно, что ли. От этого это не перестает быть эффективным. Ну, просто люди хотят как-то вот поменять качественно что-то, при этом ничего радикально не меняя. А так не получится. Либо это косметика будет. Прими-пойми. Живи как есть. Либо это капитальный ремонт. Надо заканчивать эту триангуляцию, эту созависимость с родителями полностью. Да? Невозможно бросить наркотики или алкоголь чуть-чуть. Да? Надо их бросать полностью. И навсегда. Так же и здесь. Вот, например, идешь по лесу, съел гриб какой-нибудь, мухомор. И у тебя не слезать вообще, наверное, месяцами. То есть, обзванивать своих знакомых там и так далее. Им это не нравится. Им это кажется странным. Почему? Тело мгновенно начинает реагировать в виде тошнотворной реакции. Я за тошнотворную реакцию в виде тела беру ответственность как тошнотворная реакция. Ну, понятно. То есть, это ну, то, что я вам показываю. Мы ответов никаких не найдем. Потому что либо ответ звучит четко и сразу, либо его не будет никогда и ни в каком виде. Это мне нет смысла даже времени тратить, я считаю. Дальше. Как маме победить алкоголизм? Кристина задает такой вопрос. Дмитрий, у моей мамы алкоголизм. В течение 20 лет употребляет, кодировки были, но после каждой кодировки как будто... Сразу отвечаю. Даже не дослушав вопрос. Это не ваша проблема. Вы созависимая, Кристина. Алкоголизм вашей мамы это только ее алкоголизм, а не ваш. Это не ваша проблема. Я это решил очень просто. Алкоголизм мамы, мои и папы меня не касаются. не все. Это ждет, когда закончится ее действие, чтобы снова начать пить. Я уже ответил. Еще она не закончила вопрос, а я уже ответил. А сейчас на 5 минут будет растянут резонерский ответ. гуру. Из-за этого. Она уже потеряла работу, просто перестала туда ходить. Ну и хорошо. У любого человека, дорогая Кристиночка, есть сверхспособность. Я вдруг схватаюсь за телефон и набираю десятки номеров. Опять продолжается. Чувствовать другого человека. Пока непонятно. То есть, как же на современном называется языке? Называется эмпатия. Вот, например, я вижу, что кому-то грустно. И если я вижу, что кому-то грустно... Но он по ходу опять придумывает. Вы чувствуете это, я надеюсь. Далекому какому-то вот случайному человеку, вообще случайному человеку, я, скорее всего, даже не замечу, что ему грустно. Потому что он недалекий неродной человек и, ну, как это в моей жизни он раз и как метеор по небу промчался, сгорел и его нету. И следа не оставил. Здесь речь идет все-таки о ком-то довольно-таки близком. Это друзья, единомышленники, это коллеги, с которыми годами. Это родители, это дети. Вот он опять будет говорить, что мама пьет, а виновата дочь. Ну, я думаю, что он будет на основе вот этой преамбулы, которую он уже высказал, там вот это эмпатия, там ля-ля-ля, немножко он такой священник с рембрендингом, то же самое будет он говорить, просто другими словами. Ну, типа, надо помочь. Так, вспомним кейси, пожалуйста, Андрюши у Василия Александровича Шурова, который сам-то, между прочим, очень хорошо пошел. Единственный кейс, который могу вспомнить у Шурова, удачной реабилитации наркомании. Маму свою алкашинскую он что делал? Спасал, лечил, что с ней произошло? Он даже в клинику ее привел, но она померла, потому что она вышла и начала дальше бухать. Вот и все. Пока вы их спасаете, пока вы остаетесь созависимыми, это касается любых зависимостей, химических, нехимических, самое лучшее, что вы можете для этого человека сделать, это перестать ему помогать. Пока вы лечите, заботитесь, интересуетесь, звоните маме-алкоголику, как в этом вопросе, вы остаетесь созависимыми, а значит, вы питаете своей энергией то, что должно быть разрушено. Или так, или так. Либо человек сам выйдет из этого состояния, ему в помощи никто никогда не отказывал, между прочим, он просто сам не хочет, он не дошел до этого дна. Ну, либо он умрет. Но питать эту болезненную конструкцию своей созависимой эмпатии, так называемые, это не эмпатия, это созависимость называется. Это вы делаете хуже, во-первых, тому человеку, которому вы помогаете, ну, а в первую очередь самому себе. Вы кормите не то, что нужно в жизни. Усиливай сильных. Вы кого спасаете это вообще? Мама, папа, да хоть, хоть кто это будет. Человеку нужно столкнуться, дать возможность столкнуться с проблемами за счет, с проблемами своего образа жизни. Может быть, кто-то поймет, переформатировать свою жизнь, а может быть, кто-то и не поймет. Это опять же не ваша вина, ответственность. Даже пусть это мать родная, ну и что? Это могут быть соседи по площадке, которые прям, ну вот они уже там десятилетиями с тобой, ты их знаешь, кто, по именам, по фамилиям, не дай бог, они живут, не дай бог. Ты, какое счастье у них происходит. Вообще по барабану. Вообще просто зачем мне какие-то соседи по площадке. Так вот про эмпатия, сверхспособность. А ты почувствуй своим этим шестым чувством эмпатийным. шестым? Почему, мать, пьет? А, так потому, что ты сучара, наверное, вот поэтому она пьет. Пьет не от счастья, пьет от какого-то горя, от какого-то напряжения, от какого-то... А я скажу, что точно родилась у нее, вот она и бухает всю жизнь. Эх, и цито. Кристиш, единственное, что ты можешь дать этой самой маме, помимо там решения каких-то материальных вещей, помимо рук, которые могут посуду приходить мыть, помимо... Ни копейки, никаких рук, никакой посуды, никаких продуктов, никаких полов, только жесткая любовь. Без созависимости. Чисто вымытых полов, если ты помогаешь, помимо бесед задушевных, я сейчас говорю, это называется внимание. Нет, это называется потеря времени в созависимости от токсичной алкоголизированной матери. Я больше ничего нету. Так вопрос, если стоит, как не давать ей внимания и решить вопрос, чтобы он меня не беспокоил, я не знаю. Это какому-нибудь надо знахарю идти, который шурли, шпурли, крем-брюле, повезет ли сегодня мне заклинание тебе расскажет и что-то получится там. Ну, как ты видишь, кодировщики, они же как-то вопрос не решают, он актуален. поэтому уделяя ей внимания будь еще более самозависимый от мамы пьющей. Не заметь. Мать? Это ребенок. Уделяй ей... Но она не мать, Дмитрий. Она не мать. Дело в том, что она у нее даже не расстройство, у нее заболевание, это называется алкоголизм хронически. Это заболевание. На любовь способен только взрослый психически здоровый, Дмитрий, внимание, человек. У нее заболевание алкоголизм называется, химическая зависимость. То есть она уже не то, что ты ручкой сверху показываешь, не мать. Она просто приспособленка, эгоистка, животное, больное. Да. А не мать. Она никакой функции вообще не выполняет материнской. Поэтому раз она не мать, зачем ты ручкой показываешь она сверху, а дочь снизу. Так ты что, предлагаешь подстраиваться под абьюзера? Ты что, дьявол поклонник, что ли? Надо дочери сказать, ты сколько, мать, спасаешь лет? Прекращай этим заниматься и начинай жить свою жизнь. Почитательно уважительное внимание. А ручки тебе твои нужно сломать, Дмитрий. Внимание. Не, я тебе сказала, старая пца, сколько ты будешь еще пить, сколько ты чего... Не, это тоже не надо делать, потому что это время, энергия, силы. Да и смысл в этом какой? Надо избавляться дочери Ирине от созависимости в терапии правильной. И тогда все ответы они придут сами собой, понимая, кто ее мать и как с ней нужно обращаться. Ты меня не слушаешь, я тебе говорю, что это вредно, клетки мозга убиваются миллионами, ты потом выписываешь их с мочой, все, у тебя жизнь, вся наперекосяк, вот смотри, работу потеряла, сейчас у меня на шее сидеть будешь еще, это не дочь, это судья, это судья. Ой-ой-ой-ой, а не суди, да не судим будешь, это не дочь, это судья, будь овцой слепой. судья, 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 который вот такой, у него много этих личин, много фейсов этих. Ты ребенок, у которого есть такая штука, как эмпатия, которому это не эмпатия называется, это называется созависимость и жертвенность, и созависимость от матери, психическое поповинное, несепарированность. Человек, любой, в том числе наши, включая наших родных родителей, могут жить как угодно. От моего отношения, отсутствия общения, или наличие этого общения с ними, не меняется их продолжительность жизни, или их здоровье, или их состояние. Они сами должны ответственными быть за все эти позиции в своей взрослой, если она взрослая, жизнь. Я не отвечаю за их вот это все, за их жизнь. Зачем меня в это впутывать? У меня своя жизнь, вообще-то. дмитрий это не понимает. Больно. И который не понимает, что с этим делать. С алкоголем ничего ты не сможешь делать, с алкоголизмом я имею ввиду. Но зато ты можешь делать с обоеденностью. То в результате чего алкоголизм появляется. Ты можешь ей уделять внимание. Ну то есть иными словами он выступает в роли такого преследователя и обвиняет Ирину, что она плохо спасает свою маму. А я говорю, не надо ее спасать вообще. А это разговоров как дела, мамулечка соскучилась, мне больно, мне там грустно. Нет, говорить уже вообще не надо ничего. Эта ситуация разворачивается, я уверен, уже не один год, я скорее всю жизнь на глазах у дочери. Говорить не надо уже, надо делать. А делать что? предпринимать конкретные шаги. Ирина ходит и задает вопросы вот эти до сих пор. Почему? Потому что она не способна перейти к действию, потому что она недоразвитая, потому что она не сепарирована от этой матери, она живет в ее мертвой утробе до сих пор, ее реакциями, эмоциями, смыслами, алкоголизмами и так далее. Она не самостоятельна, она не может перейти к своему автономному самостоятельному действию какому-то. Не говорить, а действовать. Поэтому она будет ходить еще долго, спрашивать, а как мне, вот как сделать. Просто выходить из этой ситуации через реальную сепарацию. терапию. Тобой вместе, я боюсь, мам, я реально боюсь, что тебя может не... Если ты это внутри все чувствуешь... А вот я перестал бояться. Когда-то меня очень долгое время в детстве пугали, и потом даже в старшем возрасте, конкретно допустим, мать пугала. Вот, Миша, я умру, а что ты будешь делать? Это классика, которую я вот только вчера услышал даже на консультации. Пугают родители вот эти алкоголики, нарциссы, скрытые, пограничные, психопатичные, там, какие угодно, токсичные, обюзивные. Они пугают своей смертью ребенка. А ребенок все, он тогда боится доусрачки, он примагничивается к такому родителю прямо вот вообще максимально. А это и есть их цель манипуляции подобно. А вот сейчас у меня нет такого ощущения. Ну, умрет и умрет. Ну и что? Я-то живу и живу по-другому, нежели когда я слушал все эти бредни, в них верил и боялся. Я не жил. А сейчас я начал жить. Тебе легко будет об этом говорить, но чувствуешь, что ты это. Михаил, и моя бабушка, и бабушка мужа так же бухгально здесь в своей смерти. Очень часто слышу в кейсах. Это отвратительно. Согласен. Так манипулируете ребенком. Согласен. Любви там никакой нету, соответственно. А тогда какого хрена Дмитрий советует проявлять эмпатию, то есть по сути любовь к своей такой матери. А мать ее не любит, а он ей говорит, не, а ты мать полюби. и ручка показывает, она выше, а ты ниже. То есть он ее еще больше жертвой делает с позиции якобы какого-то духовного авторитета спикера на ютюбе. Тогда легко не чувствуешь. Тогда тут смотри какой вопрос. Откуда ты вопрос задала? Значит чувствуешь. Тебе больно. Если не чувствовало. Ну понятно. Идем дальше. Даже не знаю. Так тут может и сидеть. Я говорю до вечера просто вот это все смотри. Па-па-па-пам. Что-то надо такое прямо бронебойно напоследок и уже будем сворачиваться. Так. Ну понятно. Понятно. Тут ну вот это главное смотрите. Чтобы различать на улице, на работе. Вот такие же. Так. Кто такой бог? ух. Ну особенно конечно явно видны все мысли подобных людей типа Троцкого на примерах именно на примерах тематики мать-отец отношений с родителями. Тут они сразу прокалываются все. У него все видео такие виноваты дети родители святые. Ну я же вам сказал сразу это ребрендинг духовенства церковного. Там то же самое в базе. Платформа та же самая. Просто пиджачок просто немножко кстати освежили обновили. А смысл остался тот же. Будьте рабами божьими. Тут нету кардинально другого подхода. Ну так а вот родительской установки как избавиться не хотите ли а хотите как же так уйдем матрешки пошли трансформация судьбы такие программы есть это правда сто процентов они не ну судьба это мозг лох это судьба то есть или конструкция мозга морфология мозга поля под поля наши кармы и судьба надо говорить трансформация мозга Дмитрием Троцким через за счет нейропластичности а значит приобретению проигрыванию новых навыков чтобы за счет нейропластичности мозг менялся тогда была бы трансформация мозга нейронных цепочек и тогда трансформация судьбы вот так надо представлять должны быть я в них не верю так потому что любая программа она работает только на программируемое что-то если ты не программируемый на каком-то этапе эти программы нам спасают жизнь программируемые мы все родителями поэтому я говорю что мы все в гипнозе своих родителей только у кого-то родители здоровые любящие а значит это будет называться позитивный гипноз а у кого-то нездоровые токсичные это будет токсичный гипноз мы все под раздачей мы все под гипнозом родители на каком-то этапе поэтому нету непрограммируемых база у всех одна это семья нас очень сильно ограничивают они нам мешают достигать целей поставленных они нам мешают даже почувствовать самого себя поэтому кто они родители что ли токсичные не понял Дима если вы вдруг решили что вам эта программа больше не нужна ну например программа все мужики козлы кто-то там мама сказала так вот мама сказала так что делаем с мамой и с ее посланием или там все бабы интересного этого низко социальной ну ладно ну говоря уж как есть бляди ответственности низко социальной ответственности если у вас такие программы есть на каком-то этапе эти программы действительно в вашу жизнь не пускают женщин с низко социальной ответственностью или мужчин козлов они просто как-будто ограничивают и действительно В вашей жизни на каком-то этапе несколько таких встреч произойдет, вы разочаруетесь сильно. Но если тотально пересмотреть, потом, через 50 лет, то, что с вами происходило при встречах, вы скажете, Господи, слава Богу, я что-то начал понимать или начал понимать. Поздновато, через 50 лет, это уже ближе к 70. Поэтому на каком-то этапе эти программы очень важны, нужны, и без них никак. Но если вы вдруг начали чувствовать, понимать, как-то вот по каким-то... Чувствовать, понимать, кто источник этих убеждений гипноза. Внутренним ощущением, что вы не можете выйти из этих программ. Потому что ставят маму. От них устали, выходить, распрограммироваться. Приходить к аминотерапии. Антигипноз, разгипноз. Я советую. Советуют. Я рекомендую, а он советует. С теми людьми, которые вам эти программы начинали... Так, ну давай, давай, соблюдать карантин. Так, ну, Дима. Может, с детского садика, может, уже там в возрасте... А что за эти люди? Почему нельзя назвать папу-мама? Это же очевидно. Студенческом, там, подростковом, если вам вбивали... Ну, давай, давай, Дима, я верю в тебя, давай. Вы, пожалуйста, поговорите... Ай, блядь, поговорите опять. Ну, ясно. С этими людьми. Ясно. Все, поговорите опять. Это третий к носу, говорите, еще 50 лет говорите, время теряйте. Все, говорите, да говорите. Мама такая, психофатка, сидит язвительная. А вы с ней все приходите, договорите. Говорите, говорите. Ну, нет. Все-таки Дима опять не смог качественный переход сделать. Ну, потому что в широком смысле христианство в голове. Как человек с человеком. А, как человек с человеком. Дима, а ты слышал такое, что не все люди психически здоровые. То есть и не совсем люди. И с ними говорить бессмысленно. То есть это не договороспособные психически нездоровые люди. Объюзивные, агрессивные, врущие и так далее. А он, видите, опять христианство. Все люди братья, все люди равны. Опять нет базы. База, вернее, ну, опять фундаментально, опять христианская. Говорите, что, например, там мать или отец. Мам. Так. А мне неприятно, что ты говоришь, вот все мужчины козлы, например. И мать такая, вот я за мать сейчас буду, а он, типа, вот эта вот дочка приходит, моя клиентка, которая 20 лет, 35 лет, 40 лет к маме вот так подходит по рекомендации Димы. А я мать токсичная, я сейчас хорошо буду отыгрывать. Так, так, значит, она заходит и неприятно. Ты слышишь, что вообще сюда пришла? Ты в это отродье отцовское, а он алкаш у тебя. Ты смотри, ты уже повторяешь судьбу нашего отца, а мой отец вообще тоже козел. И муж у меня козел, а ты от него родилась. И жизнь не испортила. Я бы, может быть, нашла бы нормального мужика, да ты мне не дала. А я терпела этого подонка-алкаша ради квартиры, ради вас с братом. Ты что сюда пришла разговаривать с мамой? Ты меня любить и уважать должна, а не рассказывать мне какие-то сказки. Все, иди отсюда. Муж у меня будет мужчина, а если у меня будет... Да нет у тебя мужа и не будет. Ты посмотри на себя. Я тебе говорил еще в 12 лет, что ты шлюха. Так оно и получилось. Вот ты и бледуешь по всяким своим идиотам. А мужа у тебя с детьми так и нету. А я тебе говорила. Мам, мне будет неприятно, что я буду растить козла, поэтому... Да мне... Мне... Доча, иди отсюда. Мне вообще не хочется бред твой выслушивать. Ты как вообще со мной, с матерью разговариваешь? Как ты смеешь вообще пасть свою открывать? Неприятно ей. Мне много чего неприятно было. Ну, давай ты при своем... Давай ты иди отсюда. Не, не останешься. Я... То есть максимально будьте... Иди отсюда, я сказала. Честно, искренне с этими людьми. Если вам отец, например, там говорил такую программу, что... Там у нас богатых в семье, в роду не было. И ты, сын, или ты, дочь, куда ты без мозгов-то не поступишь. Деньги это зло, большие деньги это вообще. Вы с этими людьми, говорю, поговорите, как человек говорит с человеком. Так вот оно что. Я думаю. А вот как вот, допустим, ну, как вот педофил, насильник, убийца, каннибал, серийный маньяк. Так надо просто с ним, как с человеком, поговорить, оказывается. Ёпта, Дима. А мы все думаем, а как же с ними быть? Оказывается, просто как с человеком поговорить. Хорошо, теперь папу отыгрываю. И сынок заходит, говорит, пап, я на зоне, на маркетплейсе открыл бизнес. Он говорит, ты что, дебил, что ли, блядь? Я с 25 тысяч 35 лет на заводе пахал, чтобы у меня сын был идиотом, блядь, бизнесменом. Куда ты лезешь, нахуй? Я пью по пятницам, с пятницы по понедельник. У меня три инфаркта. Я зарабатываю 25 тысяч на заводе. И ты мне сейчас, подонок, говоришь, что ты не хочешь так же жить? Пошел он отсюда. Поговорить он захотел, блядь. Вот в уважительном каком-то. Говорите просто вот то, что вами внутри будет двигать. Что мне страшно, что вы мне такую программу ставите. Страшно тебе? Ты поработай руками иди, сука. В ютубе свои вылезли блогеры, блядь, недоделанные. Работать вы не хотите. Вот потому страна у нас загибается, блядь. Маменька, папенька. Мне неприятно или мне обидно, мам, что ты в меня не веришь? Да мне похуй, что тебе обидно. Мне обидно, что ты у меня вообще родилась, а отец мне еще так, да, говорил, надо аборт было делать. Вот я и так с сомнений полон, а тут еще и твой вот этот. И вот любая вот такая коммуникация нам... Дима, не плачь. Уже понятно, что ты кастрат и что у тебя слезки на глазах уже просто от того, что ты говоришь, полный бред. И не способен реагировать просто как мужчина на вызовы. Мал, не сразу. Не плачь. Все будет хорошо. Тепенда, как ластик, начнет просто эти карандашные, бумажные эти программы, которые написаны у вас в голове. Вы просто начнете их с своей жизни выкидывать. Да. Но всегда помните, что любая программа на каком-то этапе, она очень важна, нужна, и без нее раньше было никак. Очень. Очень важно. Вот. Поэтому, я говорю, смотрите, в любой, даже самой негативной программе, какой-то божественный замысел. А-а-а, божественный замысел. Все, теперь все сошлось. Вот теперь я понял. А что хотел Бог мне интересно сказать? А, еще Бог начался. Вот, Бог начался. Я говорю, широкое христианство в широком смысле. Просто немножко это называется теперь парапсихолог, психолог, квантовый психолог, куч и так далее. А так все то же самое. Наверное, чтобы я не вступала в отношения с первым папашимся, который вот похож на Леонардо Ди Каприо. Это называется рационализация стратегии страдания. Это то, что мы у Маренковой видели. То есть, все объясняется. Либо плохо молился, либо грешен, либо прошлая жизнь, либо искупаешь грехи, либо бесы вселились. Ну, то есть, ты в любом случае виноват. Или там на то-то кутуньо. Нет. Значит, нужно как бы выждать паузу. Или прежде чем взять сейчас кредит, потому что вот мне сказали, быстро надо там, вот сейчас беспроигрышное дело поставишь за два дня быстро на лошади, прокрутишь, купишь квартиру. Так, отец говорил, деньги большие, это шальные деньги, которые не заработаны, это зло. Вам это даст программа как минимум там несколько секунд, минут подумать, действительно ли вам надо... Опять родители оправдают. Почему нельзя сказать, что это гипноз бедности? Какая-то безбашенная операция денежная, которая, возможно, у вас просто... Так и это и тоже не нужно, и другая крайность. Это просто спонтанность и беспечность. Это детство в жопе. Какие лошади, какие кредиты, какие лотереи, спорт лото и все прочее. Это другая крайность. Просто тех денег сейчас раз и лишит. После того, как вы выдохнете, задним числом, говорю, вы увидите только у каждой негативной программы божественный замысел и позитивный смысл. Поэтому не спешите от них избавляться. Все-таки посмотрите, какой все-таки там есть божественный... Не спешите приносить деньги Михаилу Басинскому, чтобы избавляться. Вы еще меня посмотрите и мне еще принесите. Тут битва за ресурсы, понимаете? Не надо избавляться слишком быстро. Еще мне нужны немножко еще ваши деньги. Божественное зерно, божественный замысел. Потому что народная молва гласит о том, что все, что не делается, значит, это к наилучшему результату. Ну, вообще, как мы знаем, большинство людей, народ, общество, сообщество, человечество, еще многие говорят, которое не существует единого по мозгу, это всегда слабоумие. Поэтому народная молва, приметы и всякая вот эта деградация, это всегда мимо кассы. Если вы будете на народную молву ориентироваться, вы всегда в жопе оказываетесь. Там, где большинство народа и сидит. Посмотрите на свою жизнь. То, что с вами произошло 10, 20, 30 лет назад, как негативное событие. Посмотрите с сегодняшнего дня на это негативное событие. И поблагодарить кого? Бога и родители. А я говорю, не благодаря вопреки, поблагодарить себя, свою светлую голову, пылкое сердце и два кулака. Не у всех это получится, наверное. Кто захочет, это получится. Не благодаря вопреки, не надо никого. Благодарить себя, наконец, поблагодарить уже. И вы выдохните и скажете, слава богу, что вообще так именно было. По-другому бы я не хотел или не хотел. А я бы хотел. Спасибо. А я бы... Подождите, что тут написано? Оратор. Мотивационный оратор. Писатель-исследователь. Ну, ёпт-вою мать. Вы что делаете со мной? Так, читаем. Мотивационный оратор. Практически Адольф Гитлер. Оратор. Мотивационный тоже был один такой. Писатель тоже. Исследователь человеческой природы и универсальных законов жизни. Больше 15 лет Дмитрий Троцкий консультировал как хироманта. Господи. Одновременно с этим он исследовал взаимосвязи между мышлением, поведением человека и тем, что происходит в его жизни. Десятки тысяч индивидуальных консультаций доказали. Десятки тысяч? Ну ладно. Доказали. Связь прямая и абсолютно предсказуемая. Проверив на собственном опыте, на опыте друзей, родных и клиентов, что алгоритмы работают на 100%. Дмитрий прекратил проводить консультации, так как понял, что же он понял, нет смысла. Но не в консультациях, а предсказывать судьбу, ведь ее можно менять. Ага. То есть, как я романту, не получилось предсказывать? Теперь он говорит, нет, я тогда предсказывать не буду, ну потому что это не работает, это не существует, а ее менять можно. И прекратил консультацию. Перетрансформировал бизнес, инфобизнес. В книге на встречах, во время эфиров, в статьях он рассказывает о принципах, которые управляет всеми событийными рядами. В этом нет никакой мистики или эзотерики. И речь идет только о простых повседневных вещах, которые каждый человек может постепенно менять и наблюдать, как меняется его жизнь. Так, Дмитрий руководствуется принципом. Итак, какой же принцип? А у меня, вы знаете, какой это кредо. И принцип, и девиз жизни. Сцы в глаза божья роса. Что, чтобы быть счастливым или не быть, это выбор человека. Неплохой принцип. Хорошо. Ну вот, мотивационный оратор. Мне нравится. Молодец. Ну что, друзья, будем тогда заканчивать. А что тут еще добавить? По-моему, это законченное высказывание, Дмитрий. Прекрасно. Мне нравится. И вот и закон вселенной тут есть против кармы. Ой, я тоже захотел уже посмотреть. Так, и одни женщины. Так, сейчас будет проповедь. Так. Так, не, ну мужчин тоже есть. Но в основном женщины. Я тоже учусь, учусь, чтобы, ну, вы понимаете, надо выходить на новый уровень, тоже вот это вот, вот так вот примерно ходить. Так. Так. Сразу оценивает, кто лох, а кто больше, кто меньше. Кому какое слово сказать? Вы думаете, что он вот так осматривает, как удав кроликов? Он вычисляет, на кого что будет рассчитано, на какое высказывание. Хорошо. Угу. Так. Так. Сразу контакт. Сразу он показывает, ну, типа он доминант, удав, а вы все кролики, сейчас будете слушать любой мой бред, аплодировать, улыбаться. Потому что изначально сюда отфильтрованы люди очень жертвенные, сугестируемые. Вообще любое можешь говорить. То есть он довольный и улыбается. Почему? Потому что он понимает абсолютно свою власть над этими отфильтрованными овцами. Почему? Он предвкушает, что он может нести любой бред, и все будут довольны. Это, понимаете, это как изнасилование групповое. То есть все равно жертва ничего не сможет сделать. Вот эта садистичность, вот это ощущение полной власти, но только молодец среди овец. Потому что если там заведется кто-то, придется тогда с сумкой пиздить, как Сатядаст эту тетку. Вот. Он чувствует полную власть, он предвкушает свой садистический оргазм. От полного гипноза и властью над толпой. Готов? Так, немного. Дома? Это приемы немножко гопников на улице. Нужно, вот я говорю, чтобы вводить человека в субъестию, нужно делать какие-то непредсказуемые или высказывания, или звуки, или жесты, или телодвижения, резкие звуки, крики. Любое что-то, что у человека будет выбивать его, вот эту алертность присутствия в моменте. Что-то, что будет, как сказать, выбивать ему вот эти пробки его психически. Да, это может быть все, что угодно. Вот просто, допустим, человек идет по улице. Вы можете в пранках, кстати, это наблюдать. Вот эту технологию используют пранкеры. Они вот просто идут, идут. И, допустим, просто вот разрыв шаблона они делают. Максимальный. То есть просто не в попад, чтобы человек провалился, не понимая, что происходит. Вот этот вопрос, где мама, это вот оттуда. Дальше. Удав осматривает своих кроликов, которые принесли капусту. Дальше. Вот это вздохи, охи, вздохи. Далее. Должна быть динамика вот в этом воздействии. Как в музыкальном произведении. Пианиссимо, потом резкий внезапный акцент. Это тоже тех технологий выбивания пробок. Вот сейчас будет у него обход. Тишина. Все настраиваются на него, как на индуктора. А потом будет какой-то разрыв шаблона. Просто не в попад что-то. И тогда все на него, как на индуктора, будут ориентироваться и сонастраиваться. Как материнское устройство по блютуз с дочерним. То есть, это вся вот эта паства. Весь зал будет к нему подключаться за счет этого. Это вот простые элементарные психотехнологии. Как политтехнологии есть. А это психотехнологии. Вот, видите. Ну, может быть, там какой-то вопрос был. Но, то есть, нужно сейчас наводить полный морок. Полное, как сказать, во-первых, раздергивать людей нелогичностью. Это выдается за оригинальность, за просветленность. Должно быть что-то, что максимально людей как бы выбивает из их привычной логичности и стройности в их жизни. Что-то такое очень как бы спонтанно, неуместное и не монтирующееся одно с другим. Что-то вот, какие-то вот такие вот манипуляшки должны включаться. Так. Устанавливаться плюс зрительный контакт. Это тоже важно. Сонастройка по голосу. У него микрофон. Он бугнит. То есть, аудитория к ролике привыкает к голосу индуктора. Да, то есть, он так сейчас их немножко, как сказать, примагничивает к себе, чтобы потом их качать как угодно. И испытывать в этом насилии удовольствие. Марго, заходи. И они все такие, ну, как-то они стесняются. Он же коуч и оратор, а мы никто. Один сегодня или с супругой. Вот, тоже такие. Вот с одной стороны жест, а потом опять не мимо, мимо ответ, как у шизофреника. Ну, а тут мимо вопрос. То есть, как бы так вот, просто, к чему он это спрашивает? А он щупает. Он щупает, как карманник в электричке, у кого лопатник в заднем кармане. Ну, как один, все вместе, с ним, да? Вот. Хорошо. Так, а где? Ну, он сейчас, как бы сказать, залезает на жертву сверху. Через вот это все. Он как бы пристраивается сверху, чтобы дальше начать акт насилия. И смотрит, как реагирует жертва. А жертвы улыбаются, смотрят телефончики, глазки опускают, смеются. Ха-ха, мы такие жертвы. Вот. Инфекция не закончилась раньше времени. Прощупал, прощупал. Теперь начинается уже фрикционирование. Ну, все пришли, все пришли. Там жарко, да? Ну, видишь, я без пиджака, чтобы жарко не было. Коля пришел. Все прям. Ну, обязательно подстройка должна быть. То есть, я такой же, как и ты. Тебе жарко, и мне жарко. И ты без пиджака, и я без пиджака. Идет со-настройка копирования. Так, знакомые какие-то, и там Коля пришел. То есть, он так, ну, постепенно подтягивает внимание. Ну, что? Сегодня лекция. Ну, как лекция? Встреча. Тема не обозначена. Клянуть, какую тему пахнет? Ну, прям вот, что вот интересно. Кому что интересно? Поднимите руки. Ну. Большие долги. Хорошо. Ну, как хорошо. Изучены... Изучены... Так, смех обязательно должен быть. Изучены материал и направление понятное. Так. Цель. Что цель? Как поставить? Никак. Это сразу, дай же, лекция не надо. Следствие. Если я про это буду говорить, только напомню, дед, ну... Ну, вот так вот, друзья. Ну, не знаю, это чисто мой субъективный взгляд. Я же, как сказать, я на опыт не учился, ничего не знаю. Ну, вот мне по ощущениям четко считывается вот ровно то, что я вам сказал. Значит, ну, троцкий, да, конечно, это сугестр, индуктор, гипнотизер. И ладно бы даже это. Понимаете, если бы Гитлер, условный, говорил бы, вот используя все свои вот эти навыки, убеждения мощнейшие, людям что-то хорошее, недеструктивное, а наоборот что-то позитивное, да пусть и используйся на здоровье. То же самое и к Диме. Ну, так используй свои НЛП-ки, манипуляшки, там, эти крючки, якорьки, да как угодно. Так ты дай что-то людям, нормально, а не обвиняй их в их же собственных проблемах. Это ты виноват, это ты плохо маму алкоголичку спасаешь, это ты мужа не слушаешься, это ты плохо подстраиваешься под господа или абьюзера, ну и так далее. Пользоваться можно любым инструментом. Да есть вопрос, зачем ты это делаешь, и что ты дать-то хочешь в итоге. Я так на это смотрю. Вот, поэтому, не знаю. Ну, судя по тому, что мы тут увидели в его вот этих лекциях, и до этого мы разбор делали, это все, конечно, мимо. И это вредно, это вредоносные вещи. Поэтому, я считаю, под эти задачи тогда использовать вот эти манипуляшки, это тогда, это тогда вредно будет. Вот. Ну ладно, чего, будем тогда заканчивать. Что-то любого тут прислала нам. Я в этом случае вспоминаю молитву нарцисса. Этого не было. Газлайтинг. Так, если было, то не страшно. Газлайтинг. Если страшно, то не заморачивайся. Обесценивайся сама себя. Если заморачиваешься, то я ни при чем. Обвинение. Если при чем, то я ненарочно. Газлайтинг. Если нарочно, то ты заслужил. Ну, обесценивание, попытка вину поселить, стыд с целью дальнейшей манипуляции. Ну, понятно. Классика. Все, мои дорогие, уже 13 часов по Москве. Скоро Пасха. Готовимся. Дело серьезное. Давайте, мои хорошие, отлично свое время провели. Спасибо вам большое за присутствие, участие, обратную связь, вопросы, комментарии. Ваше время золотое. Ну, подписки, донаты. Все, 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 все. Завтра подкаст, послезавтра стрим. Кому нужна моя помощь, бесплатная консультация, знаете, да, там контакты все есть. Пишите, звоните. Все, приятного дня. Люблю вас, целую, обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя. До встречи завтра. Ваш любимый психолог Михаил Басинский. Пока, пока, мои дорогие. Продолжение следует.